День 3Т День 3Т День 4Т 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 День 5Т Аплодисменты! Аплодисменты, хозяйки! Ну и скажите детям спасибо, я тоже не помню, кто нашел. Спасибо! Дети, спасибо! И еще раз хочу напомнить о том, что, ребят, в лагере «Орбита» до сегодняшнего дня телефоны не терялись. Не терялись, я имею в виду умышленно. Если только они вылетели, он вылетел из кармана, и кто-то нашел его, он обязательно несет пионерскую. Потому что в пионерской есть кусочек стола Ларисы Николаевны, который называется «Бюро находок». Поэтому все, что нашли, обязательно приносим туда. Договорились? Договорились. Ну что ж, тогда я думаю, что мы уже начинаем. Первый конкурсный день! Аплодисменты всем! Ну а я представляю жюри, а в этот момент уже самые младшие могут потихонечку идти в гримерку. Мы можем им всем отправить воздушные поцелуи, сказать ни пуха, ни пера. Потому что они, как всегда, открывают, да. Итак, я представляю сегодняшнее жюри. Сегодня в жюри есть небольшие изменения. Потому что сегодня в жюри люди, которых до этого в жюри не было. Итак, первый человек – это человек, которого знают все. Кто не знает, познакомится. Раньше мы его называли «Золотой голос орбиты». Но сейчас, извини, такие голоса золотые у нас уже есть. Тогда назовем, что это «Золотые ноги орбиты». Потому что человек, который научился играть в футбол в лагере «Орбита», стал, не знаю, кем ты стал, самым каким-то крутым судья, как это называется, не знаю. Но, в общем, он болеет за Аргентину. Максим Сазонтов! Посмотрите, Максим Сазонтов для вас. Россия, Саудовская Аравия 5.0. Подождите, в песне же поется «Аргентина и Ямайка 5.0». А, теперь новая. Итак, Максим Сазонтов, по крайней мере, быть может, кому-то знаком. А сейчас я вам представлю человека, которого знают все вожатые старички. С этим человеком мы работали в далеком 2007-2008-2009 году. Вот именно в эти годы этот человек был хореографом в лагере «Орбита». Это... Я даже не знаю, как теперь у тебя фамилия. Молчанова Дарья приехала специально из Москвы. Теперь она, правда, не Молчанова, она теперь Шевченко. Да? Шевченко? Очень. Ну, пусть будет Молчанова, да. Хореограф, поэтому, все, кто танцует, внимание. Ну, а дальше все просто. Нынешний хореограф в лагере «Орбита» Ионышева Екатерина. Кстати, воспитатели и вожатые, кто доволен вчерашней зарплатой, аплодируют громко. Потому что я представляю отдел кадров. Федорюк Анастасия Андреевна. Анастасия Иванова недоволен зарплатой. Недоволен. Саша, ты доволен зарплатой? Нет. Недоволен. Анастасия Иванова Александрова Сергеевич. Итак, ничего не меняется. Единственное, что я еще раз напомню. Три Т. Что значит три Т? Каждый отряд на сегодняшний день представляет нам какую-то Т. Это могут быть либо таланты, либо танцы, либо театр. Театральная постановка в виде пьесы или клипа. Кому что выпало, конечно же, отряды знают и готовились. И сейчас первыми открывает сегодняшний конкурс те, которыми мы всегда восторгаемся. На которых мы смотрим и говорим, что они очень милые, няшные, милашки. Девятый и десятый отряд. Они сегодня танцуют вместе. И танец их называется. А я все летала. Встречаем бурными аплодисментами. Встречаем бурными аплодисментами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Четвертая оценка 6 баллов Последняя оценка 7 баллов 40 баллов Спасибо, Катя Вот видите, я так сильно хотела выйти на сцену, не до конца выздоровела Поэтому простите, пожалуйста Но вы все равно должны поддерживать любую отметку, куда мы о нем все равно Молодцы, вы помнили, что произошло? Поняли? У вас 40 баллов Вы молодцы! 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 Ну и мы отправляемся дальше А дальше у нас в лагере «Орбита» есть такой крутой КВНщик Вы знаете, его зовут Влад Чумай И он так прекрасно всегда представляет О, Влад Чумак, встань, пожалуйста Он многих детей лагеря «Орбита» заразил своим азартом, своим юмором, своим мастерством И поэтому многие дети сегодня обратились именно к этому жанру И пятый отряд А, это не второй, да? Это будет чуть позже Но пятый отряд сегодня нам предлагает почти миниатюра, похожая на КВН Которая называется «Музыкальное попури» Итак, у пятого отряда «Таланты» На сцене «Таланты» вы едите пятого отряда Миниатюра «Музыкальное попури» Встречаем бурными аплодисментами Итак, для нашего первого конкурсного дня мы подготовили песню и танец Ребята, ну какая песня и танцы? Это может сделать любой отряд Но мы же самый оригинальный отряд И что ты тогда предлагаешь? Предлагаю сделать то, что еще никогда никто не делал Например? Сесть и пожрать В каком смысле? В прямом Сесть и покушать Что, нужно есть? Да А прикиньте, с этим максимум получим Ребят, а выступление это конкурсное Может кто-нибудь хотя бы стишок расскажет В лесу родилась елочка В лесу родился слон В лесу родились многие Ха, в лесу стоял ротон О, смотрите, большая медведица Но на этой смене цирк решил нас удивить Ребят, может вернемся к нашему изначальному варианту? Это опять кубик Рубика собирать Ребят, давайте смотреть правде в глаза Поете вы плохо В такт музыки не попадаете А вот хаваете прям так нормально По поводу надо закрепляться Как ты это понял? Да, как бы просто еда заканчивается Давай все-таки споешь для приличия В конце тоннеля яркий свет Слепой звезды Это че он исполняет? Я не знаю Подошвы на сухой листве Оставят следы Так нам подпевать или что? Еще похоже бьется пункт И надо жить Куда пошел-то? Я может больше не вернусь А может я с тобой останусь Останусь переплом на губах Эй, эй, вы че запели? Так ты запел И мы запели Я задремал Я просто так храплю музыкально А вот финальная песня Аплодисменты Молодцы! Ну не знаю как вам А мне показалось Мальчишки пятого вообще талантливые Кстати Уж если это талант То мне хотелось бы у вас спросить Мальчишки талант? Большой талант! Мальчишки талант? Большой талант! Конечно нужно говорить Большой талант! Итак, мальчишки из пятого талант Большой талант! Мне кажется вы перестали друг друга поддерживать Что случилось? Мы пожелаем вас от детства Так что я еще раз даю вопрос Мальчишки из пятого талант Большой талант! А почему у нас тут два ряда вообще полная тишина? Давайте когда стюартов и стюардесс спросим Пятый отряд мальчишки талант? А вот и не услышали Вы должны были сказать Большой талант! Итак, последний раз спрашиваю Пацаны из пятого талант? Большой талант! Ну наконец-то! Давайте посмотрим Пацаны считают ли так наши члены жюри? А они, как я вижу по первым отметкам Так не считают Парни, вы были классные Даже если отметки вдруг ниже максимальных Знаете, во всем виноваты те, кто записывал Потому что записали они не эмоционально Итак, музыкальная папури Первая отметка Восемь баллов Аплодируем, аплодируем Вторая отметка Семь баллов Третья отметка Пять баллов Четвертая Шесть баллов И последняя Шесть баллов Мне кажется, маловато Итого Как говорит Александр Сергеевич Тридцать два балла Громче Балла Вы слышите жюри, что у вас? Вы слышите жюри, как вам задают вопрос? А? Да, это, наверное, Максим Созотов Недопонимает шуток И поэтому Тридцать два Ну я думаю, для такого выступления это нормально Паша, главное скажу парням, что они классные Вы записали плохо А парни классные Аплодисменты пятому Нет, конечно, это шутка АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, отправляемся в следующее Т Илья Следующее Т И следующее Т Это театр Седьмой и восьмой отряды объединились И представляют сегодня очень серьезную тему Тема, которую вы сейчас увидите Ну, я думаю, каждый из вас должен понять Принять Научиться сопереживать Итак, седьмой и восьмой отряды Клип Белые панамки Встречаем бурными аплодисментами АПЛОДИСМЕНТЫ На полянке Детский сад Чьи-то внучки Чьи-то дочки Их по ноги Словно белые гребочки Ах, какая благодать Небеса в лазурь одеют До реки рукой подать До войны одна неделя ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Не бойтесь, я вас всех спасу! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Попадание без ошибки Попадание без ошибки Из всех сокровищ лучшее наследство Когда мальчишка дедушкой устал Но в мире, где война заменит детство, не будет взрослых Только пустота Аплодисменты, 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 аплодисменты... Молодцы! Отдельные слова благодарности детям из старших отрядов за помощь седьмого и восьмого аплодисменты горные! Итак, смотрим, что у нас выставляют жюри. Жюри еще думают. Нет, они уже готовы. Мы подождем седьмой и восьмой отряды. Посмотрим, что там за суета на последних летах. Седьмой и восьмой. Давайте побыстрее, чтобы вы уже сами услышали, какие отметки вам поставили. Итак, седьмой и восьмой отряды и белые бананки. Первая отметка 10 максимум! Это немножко из другой оперы. Попала другая карточка. Исправьтесь, пожалуйста. Красную карточку вам, да. Вторая отметка 9 максимум! Третья отметка 7 и снова максимум! 9, третья, 7, четвертая отметка 6 и снова максимум! И пятая отметка 7 баллов! 7 баллов! 7 баллов и общее количество 39 баллов! На аплодисменты 7 и 8 отряда! Дети 7 и 8 отряда! Вы пусть где вы настраиваете? Я понимаю, что каждому хочется набрать максимальное количество баллов. Но вашей младшей группе показать такую серьезную постановку и набрать почти максимальное количество это дорогого стоит! и весь залом аплодирует! И все говорят, что вы молодцы! 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 Я понимаю, что каждый после этого быть сможет, хочет сказать не хочу, не буду, но и зря. Ведь в этом и закаляется как раз таки ваша сила, сила воли. И говорить не хочу можно только отрядов номер 6. Потому что у них сегодня танец, который так и называется Нехачухи! Встречаем 6 отряд! Танец Нехачухи! Бойные аплодисменты! Какие ракеты вас не слышно! Встречаем 6 отряд! Бойные аплодисменты! Любые pencil دم Сетки Начинается любить с этих семья, уж такой порядок древний по расчету, надо замуж выходить, а я не хочу, не хочу, я по любви, по любви хочу, свободу, свободу, не дайте свободу, я висцем вылечу. Бедно, жизнь приходится, неволе пропадают, молодые годы зря, нам все время надо думать о престоле, исполняя волю батюшки-царя. А я не хочу, не хочу обрисовать, а я не хочу, не хочу обрисовать, а я не хочу, на волю, на волю, хочу я на волю, я висцем вылечу. А я не хочу, не хочу обрисовать, а я по любви, по любви хочу, свободу, свободу, не дайте свободу. А я не хочу, не хочу обрисовать, а я по любви, по любви хочу, свободу, не дайте свободу. А по любви хочу, не хочу, свободу, не дайте свободу. Они хотят остаться, но оставайтесь, если хотите остаться. Идите сюда, идите. На самом деле они умеют улыбаться, очень красивые девчонки. Ну, Соня Блашаковова, вы все знаете, она тоже очень добрая. Вот мне кажется, вот это вот твое решение я не хочу. Это не про замуж, а я не хочу быть дрочливой, правда же? Ну, вот что-то внутри заставляет иногда быть, но на самом деле она очень изменилась. Поэтому, Соне, аплодисменты, оденье. А всем девчонкам тоже улыбается, уже можно. Уже можно улыбаться. Итак, как вы там в конце, что вы закричали? Да! Ну-ка еще раз. Да! Итак, помните, если отметка максимальная, вы кричите. Да! Итак, первая отметка, 8 баллов максимальная. Видите, когда я говорю максимальная, уже неинтересно. Поэтому, если вы видите, что ячейки последние, вы должны сами сказать «да», чтобы весь зал понял, что максимальная. Следующая отметка, 7. Да! Чего они такие бестолковые, ничего с первого раза не понимают. Последняя ячейка? Да! Значит, максимальная? Да! Значит, я говорю 7 баллов, вы говорите «да». Наконец-то. Третья отметка – это… 9. Да! Да! Подождите, это было только 3. Чеквертая отметка – 6. Да! Снова максимальная. И последняя чаще всего бывает ложка. Дегтя, но можно даже не показывать, потому что это 10. Итого у вас 40. Аплодисменты не хочу вам, а они мне потихоньку говорят, что они хотят. Что вы хотите? Что вы хотите? А волну они хотят. 10-й готовы? 10-й начинает громко. Заводим, заводим. Плохо было слышно, первый. Славенько. Первый и последний, только двое. Итак, и то это Алексей Богатов, вот не из первого. Ну, почти из первого. Итак, начинаем с 10-го по новой. 10-й со звуками. Совсем другое дело, да? Аплодисменты Никачуха. Ну, а дальше, вот те мои слова, которые я говорила раньше. Влад Чумаков уже сбежал, но благодаря его в лагере снова, снова в лагерь вошел КВН. И вот старшие отряды, а именно 2-й и 1-й отряды. Выправни аплодируют. Второе, 3-й и 1-й отряды сегодня показывают КВН. Встречаем команду КВН. Вторая смена лета 2018. Первый, 2-й отряды. Аплодисменты. Здравствуйте. Перед вами сборная команды детей по КВН. И вожатые... И вожатые нам говорят, что у нас не смешно. Ага, а у них как будто смешно. Ну что, дети, покажем, как надо? Давайте. ДИКИ! Мы еще молоды, но уже в игре. Эй! Немного за душой, но за голове. Оу! Мы еще молоды, но уже сильны. А за спиной в сне орбитовской страны. У-у-у! 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 А теперь представьте, как девочка второго отряда собирается на дискотеку. Ох, как красотка! Случай в парке. Пацаны, я вам место освободил! А теперь представим, вожатая на выходном. Елена, 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 давай немедленно! Наконец-то сегодня высплюсь. Женя, Женя! Не-не-не-не! Женя, жена, ты и я спать! У-у-у! А теперь представьте, первый отряд опять насмелился прийти через дверь второго. Смотри, мы сейчас клево пройдем, и все офигеют. Майя, они походу железную дверь поставили. У-у-у! Представьте, братьина на свидание. Руки убери! Пусть так, и Соня Бушенкова все-таки уложила Гришу Малаховского. Я тебе сейчас руку сломаю! Соня, не надо, не надо! Я тебе сейчас болевую на руку сделаю! Все, Соня, отдаюсь! Так-то лучше. Теперь Вова. Вова! Новая версия фильма «300 спартанцев». Это «Спарта». Ладно, что непонятного, они поставили железную дверь. На эту смену могли приехать, но не приехали. Евгений Шабинский, потому что Галина Николаевна на стрёме. Денис Гаврин, потому что в пихере камера лучше. Андрей Марьян, потому что его убила самка Богомола. На эту смену могли приехать, но не приехали. Влад Чебанк за зарплату, потому что за еду поприкольнее. Сэн один раз, потому что приехала два раза. Лучшие в индийской армии. Лучшие в индийской армии. Спасибо, братан, что спас меня. Спасибо, братан, что спас меня. А теперь в конце. К нам на ёлку? Ой-ой-ой. Дед Мороз пришёл живой. Ну и Дедушка Мороз. Что за щёки, что за нос? Борода-то, борода. А на шапке-то звезда. На носу-то крапины. А глаза-то папины. Вы думаете, это обычный детский стих? Но нет. Этот стих я каждый год читаю своей маме. Но в этот раз я решил прочитать его в день своего рождения. С вами была сборная детей по КВН. Любите своих родителей. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты 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 И, честное слово, если все получится здорово, на вожатском концерте мы вам разрешим это сделать. Договорились? Серьезно. Выступить с шутками про вожатых. Давайте? Давайте. Аплодисменты. Итак, ну не знаю насчет того, что вам придумать-то. Ну да, что-то там мое. Ха-ха-ха, да. Это же все-таки у нас КВН, поэтому максимально значит ха-ха-ха. Ой, тут еще... Не буду. Давай смотрите, у кого черные стержень ручки. Черные стержень ручки. Ага. Итак, первая отметка. Девять. Ага. Где? Смеемся? Помогите им посмеяться. У вас, кстати, вот так должны смеяться над шутками КВН. Итак, дальше следующая отметка восемь. А вы посмеяете, откуда знаете, что максимальная? Итак, тишина. Они нам сейчас скажут восемь. Ага. Отлично. А это для тебя письмо. Ага. Следующая отметка десять. Ага. А залу может помочь. А еще за животы нужно держаться. За животы нужно держаться. Следующая отметка семь. Дети, помогите им. И последняя ответка шесть. И, как я понимаю, это сорок баллов. Молодцы. 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 Попробуйте. 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 Слушай, стихотворение маме обязательно прочитай. Даже если она в городе. И так, за кулисами дети, вы не поверите, делают вот так. Потому что за кулисами четвертый отряд, который сегодня приготовил клип, который называется Масленица. И так, клип Масленица встречаем горными аплодисментами. Масленица. И на сцене. И на сцене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, вот так и будете визжать. Итак, первая отметка 7 максимальная. Вторая отметка 6 максимальная. Как вы знаете, что он пристроился. Следующая 10. Здесь можно не говорить, что максимум, потому что это максимум. А, кстати, какой у нас отряд максимум? 5. И привет. Привет! Следующая отметка 8 максимальная. Ну и теперь. Все затаили дыхание. Барабанная дробь. Следующая отметка 9 максимальная. И там вот четвертый отряд 40 баллов. Молодцы! 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 Да, они действительно большие молодцы. Что-то Костя у нас загрустил. Костя Маслевица. Итак, продолжаем. Сейчас на эту сцену выйдут девчонки из 2-го отряда. Молодцы! Молодцы! Вы особенно восторжено аплодируют. Но давайте я скажу про них отдельно. Кто именно? Это Варвара Кушнаренко. Вот если говорить про эту девочку, что она только на этой сцене не испытала. И самые низкие отметки, и самые высокие. И все равно делает свое дело. И делает это здорово. Татьяна Алябова и Далия Трифонова. Девчонки, исполняем песню «Гажется». Встречаем бурными аплодисментами. Девчонки, исполняем песню «Гажется». 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 Болится там, где сердце плавится, Пусть ты о нем, и мне так нравится, Как он поет всю песню, и подать все слабо, О них правда скажется, и слезы катятся по щекам, Я никому даже не в никак, Все кажется, о, мне нравится, Я давно уже больше, кажется, Великой это знак, еще не буду обождать, Все давай, иди давай, Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, И, может быть, хоть и на дату слез, Я его, я не ревну, И никому не треснуюсь, Что кажется, болится там, где сердце плавится, Пусть ты о нем, и мне так нравится, Как он поет всю песню, и подать все слабо, Они про нас кажутся, болятся там, где сердце плавится, И все о нём, и мне так нравится, как он поёт ту песню, И путать все слова, тут они про нас кажутся, И слёзы катятся по щитам, я не помню даже дневника, Что кажется, он мне нравится, я давно уже, он мне нравится. Он мне нравится, 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 он мне нравится. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 37 для первого выступления с исполнением песни это очень много, потому что, посмотри, вам, кстати, не повезло, вот эти две еще, может, ничего не понимают, потому что они только танцуют, они танцуют, поэтому и максимум поставили, а дальше пошли, поет, просто поет, просто всегда поет, но тут без комментариев, понимаете, сколько было не максимальных лет, даже кто-то из них один поставил максимальный, итак, девочкам еще раз аплодисменты, они большие молодцы, девчонки, выключайте микрофоны, выключайте микрофоны, кладите их, четвертый, заберите ребенка, или это из какого? 7 апреля, заберите ребенка, он плачет. Ну и мы отправляемся дальше, потому что сейчас кто слышит меня, помните, кто слышит меня, помните, два раза, кто слышит меня, помните, три раза. Аплодисменты воспитывали. Итак, запоминаем слова. Колпак мой треугольный, треугольный мой колпак, а если не треугольный, то это не мой колпак. А теперь, без меня, три, четыре. Колпак мой треугольный, треугольный мой колпак, а если не треугольный, то это не мой колпак. Итак, вы помните, каждое слово мы заменяем движениями. Первое слово «колпак» все очень просто. «Колпак». И кроме как движения слова вообще не произносим именно этого слова. Пробуем. Мой треугольный, треугольный мой. Нельзя. А если не треугольный, то это не мой. Отлично. Следующее слово «мой». Ну это понятно. Мой. Показали себе. Мой. Отправляемся. Треугольный. Треугольный. А если не треугольный, то это не. Ну и как вы понимаете, а сразу только слово «треугольный» можно вот так вот сделать треугольничек. Покажите мне. Треугольничек, треугольничек. Треугольник, треугольник, можно так. Совершенно верно. У кого как получится. Итак, пробуем практически ни одного слова. Начали. А если нет, то это не. Аплодисменты. У Быкова, видимо, плохо за слухом. Она в то время куда-то вперед бежит. Но ничего, Быкова. Приходи в пионерскую, я научу тебя этой игре. Итак, сейчас на сцену выходит третий отряд. И третий отряд сегодня танцует танец, который, вы увидите, носит название «Глубина». Встречаем бурными аплодисментами. Аплодисменты. Аплодисменты. Встречаем бурными аплодисментами. Все вращается в этой вселенной. Возвращаются к нам, запуская круги на воде. Ничего не проходит бесследно. Ничего не проходит бесследно. Ничего не проходит бесследно. Ничего не проходит бесследно. Звучайный ход, фотальный поворот Мудро друга на этой спирали Обредали и снова теряли И остается нам холодным городом Просто ждать, когда станет теплее И решать ни о чем не жалея Поехали! Поехали! Момент откровения, тайм, выиграл Я не оставил, как у меня все из восторга и стуга Я столько раз пытался, но в этот самый миг Мой камень летит в воду и вытекает всегда в центр круга Пытался кидать с юга на сапад на закате дня С утра под разными углами, камнями разных ворот Другой бой, в прыжке, в снегу, какая-то западня И все равно падает в центр круга Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодцы! 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 Вы очень большие молодцы, и вы действительно какие-то очень взрослые. Хотя, я вспомню всех, вы еще тогда, быть может, танцевали танец в самовар, но зал вас, конечно, встретил, я считаю, недостойно, потому что вы заслуживаете более громких и бурных аплодисментов. Но, пожалуйста, не тревляться, я просто буду говорить о том, какие отметки облучшили. Договорились? Итак, первая отметка – 8 максимум. Вторая отметка – 9 максимум. Третья – 7 максимум. Десять максимум. Шесть максимум. Третий отряд – 40 баллов. Активные аплодисменты воспитателям-важатам третьего отряда. А Марина – это тоже ты шила все? Она уже убежала. Слышите? 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 О, мне нравится. Где у нас фотограф? Смотрим туда. Давай туда теперь. Ну теперь вы готовы? Готовы? Итак, первый отряд готов. Зал готов. Зал готов. Итак, встречает первый отряд пьесы сочинения в трех действиях. Аплодисменты. Школьным экзаменом посвящается сочинение по литературе в трех действиях. Итак, дамочки, тема сочинения. Иван Сергеевич Тургениев. Отцы и дети. Антон Павлович Чехов. Три стрим. Михаил Афанасьевич Булгаков. Собачье сердце. Действие первое. Сочинение Ольги Арбузовой. Отцы и дети. Цветкостроение синий. Говорил тебе, сетку от комаров мелкую дырочку покупать надо было. Да тише ты, скотина. Скотину разбудишь. Ой, главного, главного бери. Тихо. В дверь стучат. Входите. Салют, барнс. А господи, это ж наш Гришка. А мы тебя в Петенбург в кадетский корпус отдавали. А я переедался на дизайнера. Да ваш сын совсем самостоятельный мужчинка. И мы с ним собираемся пожениться. Тише ты, тише, Нюшка. Ты ж Нюшке обещал. Она ж тебя пять лет ждала. Ага, причем у нас дома ждала. Да че, мы так и будем у порога стоять потечь. Ну хорошо. А вы, милочка, пока поедите, у овцы роды примите. А мы с сыном черешни поедим. Какое-то странное у нас представление о равноправии. А что это у нас за мода такая пошла? Собак под мышкой таскать. Я ж своего стенбернара под мышкой не таскаю. То-то я смотрю, у вас собака какая-то понурая. Вы ее совсем не гладите. А че ее гладить, коли она подохла? Милочка, чем же вы это нашего парня хмурили? Песней. Мясо-карфинат, директор молодой. Выдает от ласты колбасой. Если бы он знал нашу колбасу по цвету и куцу. В нашей колбасе печень и сердца. И песня нам не палит без кольца. Ой, какая песня у вас. Ноги сами спать идут. Ой, ну тогда сами спойте. Ты бы мне так в суде подпевала. А то я видел, это он его прну. Так, теперь ты, сын. Любишь кикимору? Женись. Подождите, а как же я? А со мной-то не решили? Моя-то сюжетная линия не закончена? Эх, Нюшка-Нюшка, да успокойся ты. Купим мы тебе нового Синбернара. Действие второе. Сочинение Мачи Семеновой «Собачье сердце» в стиле Дутифрин. Да не продаю я кошек, не продаю товарищу Куплачок. Кто это был? Да клоун какой-то. Филипп Филиппович, там шариком с Казантиба вернулся. О, Киркор Киркорич, то есть Филипп Филиппович. Свет на строение Синбернара. Тебя ж в предыдущем сочинении завалили. Сина, откройте окно, пусть идет этот неприятный человек. А вы кто еще такие? Мы ваши соседи сбоку. Вы нас все время заливаете. Я? Так, шариков, извольте изъясниться. Кто вчера по червонку украл? А я что, один в партии живу? Он, может, кошку взял? Не стой козак Павлу Ивановичу Пашкой. Говорил я вам, Филипп Филиппович, зря вы ему печень трески пересадили. Лучше б сами съели. Я к вам, профессор, и вот по какому делу. А вы мужчина или женщина? Какая разница, товарищ? Вы когда прекратите свои антисоветские опыты? И зачем Сергею в берегу женские мозги пересадили? Да как будто же я знал, что они так приживутся. Я думал, посрежем, да успокоится. Профессор, да вы же сами виноваты, товарищи. Ну, аккуратнее надо быть, когда сердце себе выбираете. Ну, если сами не можете, позовите продавца-консультанта. Вот это мораль. Действие третье. Три сестры по мотивам сочинения Ании Афанасовой. Оценка. Литература три. Грамматика два. Ах, как хорошо-то у нас в губернии. Аж уезжать не хочется. Но поеду я в Москву, в Москву. Смоли ты буквы. О, матушка, матушка, постойте. Да что же вы так спешите? Даже чаю с нами на дорожку не отведаете. Тем более у меня варенье отменное. Смородливое. Какое? Смородливое. Что-то я не поняла, какое смородливое. Ну, чего тупим? Смородливое. У девочки два по грамматике. Ах, смородливое. Мое любимое. Понимаю. Но все же поеду я в Москву. Антип. Да, матушка. Запрягай белошадку, Антип. Ах, хорошо, матушка. Антип, постойте. Извините. Молодой человек. А что делает Беатр Первый в произведениях Антона Павловича Чехова? А это ты у девочки спроси. Предъявляет она мне тут. Мадам, Катрин и Беатрис. Для вас, для всех. Чурпич, чурпич. Мужчина, а вы откуда? Вообще-то я с красной строки, второй обжас. Я всегда появляюсь в плохих сочинениях. Да полно вам. Я вот о вечном задумалась, о любви. Да кому она нужна? В конце пути, оглянувшись назад, ты понимаешь, все души гребасы и вся жизнь как будто на ладони. А изменить или исправить уже ничего нельзя. Боже, как все по-взрослому пошло. Наверное, девочке мама помогала. А, господа, но раз такая бруха, мадам, может вы не поедете? Да полноте сидеть в глуши. Какой мне прок? Пойду искать по свету где? Где? Оскорбленному есть чувству уголок. Карена мне! Карена! Черные глаза, вспоминай у меня, черные глаза, я только тебе вечно люблю. А, мать-то похожа, ушла. Постойте, о чем вы, мадам? Я вас давно не сильно люблю, и поэтому позвольте мне в этот светлый вечер прямо сейчас лобузнуть вас. Чего? Сам в шоке. Так, антип, антип, Москву, Москву, Карена, лобузнуть. Легуй, маленькая безграмотная дрянь. Что такое? Ты целуешься с моей невестой у всех на глазах? Все, уэй! Да они же поубивают друг друга. Стойте! Да что ж ты с тобой сидишь? Да что ж ты сожрешь и жрешь? Да я сама себя за это ненадежу. Стойте, люди! Остановитесь, окститесь, опомнитесь! Здравствуйте! Собой надо быть! Собою! Мозг человека изучен всего на три процента, и я живой тому, кому дательный поддержка. Выжжет! Наверное, последний абзац пошел. Поймите, ложка – это маленькая ложь. Понимаете? А во всех бедах в России виноват крыжовник. Вот это эмоция у девочки. И это не единственный случай, когда по грамматике два, по литературе три, а поставить хочется пять. Субтитры создавал DimaTorzok Да, дети почему не обладают, а они переваривают, еще переваривают. Ну, в конце смены обязательно они будут вспоминать вашу пьесу и цитировать. Итак, отметки первого отряда. Я очень переживаю, но играли бы отметки. Ну, по крайней мере, сбоку я так покопалась. Итак, первая отметка девять максимальная. Вторая отметка сей максимальная. Третья отметка восемь максимальная. Четвертая отметка шесть максимальная. И десять. Максимальная. И дамось сорок баллов аплодисменты первому отряду. И все просто большие молодцы. И все друг друга аплодируют. Все отряды. Приглашаются на праздничный ужин. Сегодня греча с мясом в каком-то соусе. В кисломолочном. Молоко прокисло. У меня? У меня. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.